что по-вашему нужно делать если не платят зарплату увольняться а куда идти если везде не платят если везде не платят заработать за спасибо на себя работать вот как вы поступите если вы отработали и вам не заплатили буду искать другую работу то есть требовать назад не будете никак конечно буду как через суд законными способами да да поэтому лучше работать в белых компаниях где платят белую зарплату тоже могут обмануть могут везде могут обмануть ничего не застрахованы искать другую работу где все конкретно с первого дня честь по чести и платят зарплату за каждый день а деньги свои как вы получать я же вам говорю искать другую работу где платят честно то есть уйти без денег да на другую работу без денег и начинать жизнь заново требовать с работодателя требовать да конечно какими способами у нас принято бастовать что еще раз принято бастовать нет у нас никто не бастует вот и причина россии надо все-таки до назад за это брать каждый труд должен был опасен ухты ну ситуация разная бывает можно в эти положения какое-то время вот не платят и не платят чтобы вы стали делать ну есть законные способы решения проблемы наверное пошли то есть подавали бы в суд да скорее всего да вот пока суды что делать то что жрать да увольняться и другую работу искать что делать он нужно делать если не платят зарплату нужно получать каким образом как положено вот как положено не заплатили что делаем нужно знать свои права и зарплата должна быть оплачена так как человек работает а если в том случае не заплатили то обращаться сначала бухгалтеры узнать чем причина и если уже там по работе объяснять что так то так нужно подождать если же уже как бы компания хочет оплачивать что уже нет то тогда можно обратиться уже к адвокатам к юристам и они уже проблему решат суда обращаться не до суда зачем доходить можно просто адвокат все решит и без суда до суда не надо доходить нужно обращаться к каким-то людям которые тебе и должны выплачивать люди послали подальше куда идти уходить на другую работу а деньги оставить им да нет вратится в суд через суд то есть до работать а я найду другую работу как вот свои деньги то назад получить мне слава богу выпей выплачивают каждый раз после выхода поэтому я еще не сталкивалась вот если завтра вы придете отработаете а вам не заплатят то вы что будете делать ну еще пару раз подожду конечно но потом опять эту другую работу а деньги им оставите не важно прорвать и метать наверное пытаться выпросить эти деньги обратно вот если вам не заплатят вы как поступите обращусь в определенные станции которые должны будут так сказать за меня заступиться законно будете решать конечно только законно да если я устроился официально только законно если не официально то скорее все как-то по-другому требует зарплату чтобы заплатили я думаю стучать по столу и плакать а вот вам завтра не заплатят вы чё делать будете я наверное я работа у меня временная работа поэтому оттуда уйду деньги им оставите не знаю в зависимости от того что не знаю сложный вопрос такие я вообще не работаю мне хорошо а вот когда пойдете на работу представьте месяц отработаете вам не заплатят я постараюсь договориться с начальником установить с ним очень дружеские такие доверительные отношения и если меня не заплатит то я его тоже на что-нибудь кину вот нужно просто взаимовыгодное какое-то положение установить может быть он меня тоже что-нибудь одолжит например вазу дорогую какую-нибудь вазу ну например не знаю зачем или тоже день вот вы с ним поржете да и над этим и разойдет все он с деньгами а вы так если серьезно просто заставлю чтобы у меня тоже что-нибудь взял займы вот и потом я буду этим шантажировать как заставлять будете требовать какими как у него образом вот как насильственным образом бить начальника а вот вам завтра не заплатят ваши действия судиться наверное суд обращаться в госслужбы в суд или куда можно в суд а можно есть я обращалась кстати по этому вопросу вернули деньги в итоге нет с января должны не вернули сколько время прошло уже трудовую инспекцию законное решим вот законными путями решать да я думаю да ну точнее вот в этой службе мне просто отказали все в суд я не стала обращаться просто думаю что на совесть людей много денег то нормально скажите как вы считаете каковы причины снижения турпотока в россию я думаю это политически в связи с тем что другие страны немножечко злятся на россию из-за аннексии крыма как они считают а вот люди почему перестали ездить боятся что здесь может что-то произойти могут поссориться с их государством и они будут не защищены не смогут вернуться на родину только в этом вижу причину потому что все дорого из-за это дорога в россии да дорого в европе а вот в россии упал турпоток почему какие причины этому причина причина это все бизнес кто больше платит тому хорошо вот это вся причина а вы как считаете я считаю что возможно упал поток туристов из-за того что государство продает оружие и возбуждает террор против других стран именно какого за рубежа к нам даже не знаю не скажу чем может быть причина ну вот у нас глава ростуризма тоже не может никак объяснить чем причина как бы как вы считаете вообще этого никто не знает да наверное скорее всего да мне кажется такого снижения не было если мы видим наши улицы заполнены туристами ну вот у нас глава ростуризма заявил что турпоток снизился но причин он назвать не в состоянии ну здесь уже кто виноват сказать нельзя но снижение если таково даже и есть она не так уж и заметно потому что туристов очень много у нас очень плохие люди вот туристы почему к нам ездить перестали снизился поток это заявил ростуризм но глава его не смог объяснить причины возможно и государства там запрещают говорят что у нас тут плохо у нас какие-то теракты возможно еще что-то все злые наговоры да да какие санкции откуда правда снизился глава ростуризма заявил что снизился но причины объяснить почему-то не смог ну смотрите он и так не смог объяснить причину я не думаю что у него все хорошо жизнь а раз он глава ростуризма не смог объяснить почему люди стали меньше посещать россию значит вообще не факт что люди стали меньше посещать россию как он сам заявил что они стали меньше ну а я заявляю что больше ну что мне кажется это не так иностранцы боятся россиян а чего они вдруг боятся-то стали вот там два года назад не боялись а сейчас вдруг боятся это все сми говорят что в россии дикие люди живут на даже мои друзья пишут что они не хотят приезжать то есть их обманули да конечно ну как бы у нас нормальный поток и в этом году вроде вот ростуризм заявил что поток снизился но глава его причину почему-то не смог объяснить я не думаю что это влияет как-то кредит не просто причины интерес какие за мои друзья говорят что они хотели за границу приехать сюда в америке живут с другими людьми которые здесь не были никогда они просто-напросто боятся не знаю почему ну может видео какие-то были интернете даже не знаю может там нет даже климат на это не влияет скорее всего может приезжие не знаю но на вкус и цвет товарищей нет то есть каждому по-разному мне лично здесь все устраивает ну вот че он вдруг снизился два года назад нормально было сейчас упал почему может цены поднялись как-то не так уж и легко тут и жить может и также нелегко тут просто отдыхать а он снижается да ростуризм заявил что поток снизился но причина объяснить не смог простите вот почему снизился то это вранье да не знаю наверно переезды перелеты дорогие у нас снижение думал нас наоборот прирост вот ростуризм сказал снижение причины объяснить не смог почему-то мне кажется в связи с тем что турция у нас закрыта ну как закрыта уже открыта конечно мне кажется наоборот что у нас развиваются местные курорты нет по крайней мере здесь одни иностранцы и не могу сказать мы записали первый раз но русскую речь мы слышим реже чем например англоязычную то есть поток не снизился по вашему мне не с чем сравнить но я думаю что нет скажите по вашему правильную политику внешнюю проводит путин несмотря ни на что да она что смотреть при нем все равно стало лучше жить чем при ельцине чем именно до всем уровень жизни вырос зарплаты выросли города тоже стали лучше молодежи стало больше возможности раньше никто не мечтал об иномарках сейчас все ездят на них если сравнивать с европейскими государствами может быть мы еще не дотягиваем но стали жить лучше чем при ельцине я думаю да то что вот упали потоки туристические это никак не связано с его внешней политикой возможно связано какие то должны быть не знаю решение проблем сейчас вот так вот потом я думаю наладится то есть ждем да а он это не увидит на самом деле мне кажется мы слишком добрые мы слишком добрые слишком толерантны и то последнее время как нас засирают и только последнее время какое к нам неуважение какие провокации мне кажется это слишком слабая реакция на происходящее и как-то я понимаю они ждут от нас более сильного и жесткого ответа ну ну надо все таки пожелать путину здоровья и как-то по-мужски реагировать на ситуации как как вот еще жестче как вот вы считаете что надо сделать надо быть взаимными зеркальными то есть не то что к нам я сейчас не могу сразу прям так надо бомбу на кого-то скинуть на нас то вроде никто не кидает нет мы можем показать примером своим да можем показать что они там что-то там выпендривай ну да хорошо так хуже что ли я думаю нет я мало интересуюсь политикой но предполагаю что нет почему потому что я за мир и дружбу и за отсутствие конфликтов а он против до этого все я не знаю за что она с ним не знакома а если тоже не знакома разговаривал только вот то есть вы не в курсе вообще че он делает туда нет в курсе конечно ну примерно мы как бы смотрим читаем новости все такое но вот ход мысли его вам не очень понятен я так понял да я не строю ход его мысли когда я не знаю слежу за новостями просто воспринимаю как факт правильную ли внешнюю политику проводит путин не знаю ну наверное да а почему потому что снизился турпоток ну тогда возможно да я совершенно за то есть у меня отец за него я конечно очень люблю политику но все это слышу от своей семьи то есть и как вот мне вот говорит отец и так далее мне кажется что он путин молодец люблю путина все правильно делает на самом деле вы как считаете на самом деле так считаю почему что почему вот турпоток снизился а внешняя политика правильная как-то ну кто говорит что снизился я не слышала они сами заявили ростуризм это и государственная организация ну значит может быть он хочет чтобы он снизился этот турпоток может быть он преследует эти цели для чего-то то есть снижение турпотока это во благо можно тогда сказать ему видней он большой ему видней а мы тут тогда не при делах я политика не интересуюсь поэтому не сложно сказать я не хочу комментировать это я вообще против путина и правильную проводит да мне нравится его политика принципе вообще мне нравится и управление больше не будете за него голосовать да я не голосовала за него правильную ли внешнюю политику проводит путин естественно почему вы так решили потому что все что не делает все к лучшему как еще раз все что не делает все к лучшему да однозначно правильно я не в курсе политики мне трудно говорить на счет этого я думаю что путин ведет правильную политику у нас израиль очень хорошее отношение с путиным он очень хорошо поддерживает израиль за что мы благодарны ему и его очень хорошо ценят в израиле молодец я не знаю как его государство у нас его очень сильно будет уважать и ценят вы из израиля да да владимир владимирович мы за вас